Привет, дорогие зрители, подписчики, верные друзья и неверные в переносном значении слова, постоянные враги. Благодарю всех, кто смотрит мои ролики регулярно и оказывает помощь как материальную, так и материальную. Сейчас, когда я открыл второй канал, ваша помощь, как никогда, очень актуальна и важна. Ссылка на новый канал, который имеет абсолютно иную тематику, в описании под видео. Там вы можете посмотреть ролики, показывающие Францию, неизвестную Францию, которую вы нигде больше не увидите. При этом, я подчеркиваю, эти ролики не несут никакой политической, идеологической или какой-то информации, кроме чисто описательных и тематических роликов, снятых о конкретных местах на абсолютно конкретную тематику. Если вы мне поможете, после этого ролика, планирую в середине месяца совершить небольшую двух-трехдневную поездку в одно очень интересное место, даже два, и снять два фильма, которые вам, как мне кажется, будут очень интересно посмотреть на новом канале. Подписывайтесь на новый канал, который уже подписало 2200 ваших друзей. Внизу в описании ссылки для оказания поддержки моему творчеству. Также внизу именно тех, кто оказал материальную помощь после выхода в свет нового ролика. Проношу им от себя лично и от вас искреннюю благодарность. Теперь о тематике этого ролика. У меня практически готов новый ролик о великой отечественной войне в период с июля 1941 года по декабрь 1941 года. Но там начали выскакивать столь тяжелые и просто невероятные факты, что я обязательно должен все 10 раз проверить, прежде чем его публиковать. Итак, некоторые постоянные ненавистники канала после выхода предыдущего ролика с великой радостью, как гиены в кости, цепились две оговорки. Когда я сказал пятница 13 апреля, надо было сказать марта. И вторая, когда я сказал 18 миллионов, канал должно было прозвучать как 1,8 миллиона. Хотя на таблице это четко видно. Всем зрителям приношу за это мои сожаления. Теперь об этом ролике. Я давно хотел снять ролик о княжестве Лихтенштейне. И о том, что это такое и кто такой на самом деле великий князь. Этого, как нас уверяют, карликового государства. Надеюсь, что меня не зачистят после этого ролика. А это вполне может случиться. Итак, начнем по порядку. Но прежде чем начать непосредственно тему, вернуться к теме нашего ролика, я должен обратить ваше внимание, что мои фантазии о ближайшем будущем все становятся реальностью четко и последовательно. Те, кто смотрит все мои ролики, должны были это заметить. Я несколько раз во многих роликах говорил вам о том, что США в моих фантазиях стоят на пороге начала невероятно жестокой расовой войны, уничтожения населения мегаполисов, войны цветных с белыми, в которой победу должны держать в силу ряда объективных социальных и экономических причин белые американец, провинциальные жители, которые хорошо вооружены и готовы умирать за свою землю, своих родных, своих детей, соседей и должны победить. Я также настоятельно советую всем русскоговорящим американцам, живущим в больших городах, забыть все свои взаимные проблемы и немедленно покинуть города и присоединиться к этим свободным людям. Не надо думать о ваших ресторанах, бизнесе, акциях, квартирах, счетах, банках. Все это уже умножено на ноль. То же самое могу посоветовать всем русскоговорящим канадцам. Могу вам сказать, что этот костер сам по себе не может погаснуть. К тому же скоро кукла Трамп сломается, опять-таки в моих фантазиях, и ее покажут в очень симпатичном ящике полуприкрытой звездно-полосатой фальшивкой. Есть, конечно, чисто теоретический вариант, что у бараков в головах наступит просветление, и они отменят тот самый всеобщеразрушительный американский Майдан. Но я в это совсем не верю, потому что, судя по всему, с головкой у них совсем плохо. Как мы видим, президент Трамп практически никак не контролирует ситуацию и никак на нее уже не может повлиять. Его распоряжение игнорируют и губернаторы, и национальные силы в виде национальной гвардии, и полиция, и прокуратура, и суд, и даже Пентагон, хотя он якобы верховный главнокомандующий. Также бараков полностью зависит от Майкла, которого все доверчивые массы считают и называют Мишель Обама. Они даже верят, что Майкл мог родить двух девочек. Так вот, после того, как куклу покажут ящики под лагом, это будет финал пьесы и спектакля о мировой долларонесущей державе. Вы все можете забыть об этой державе совсем. Нью-Йорк, скорее всего, начнут заселять в моих фантазиях, не ранее лет через 35-50. Есть, конечно, более мягкий сценарий. Распад на 7 государств, гибель около 25% населения. Проблема в другом. И это самая большая проблема мира. Это проблема армии США. Одно дело, когда в банду превращается маленькая полевая группа войск, а другое дело, если в банду превращаются военные всех баз США и всех плавучих гробов. Есть еще один просто невероятный сегодня сценарий. Поверение диктатора во главе армии, введение военного положения, полная зачистка городов от всех лишних, а лица публичная казнь, всех демократических, финансовой и мультикультурной верхушки. Введение золотого нового доллара. Кстати, они к этому готовились, те, кто боролись с бараками, но, видимо, они все-таки проигрывают. Потому что этот доллар есть, и я даже могу предсказать его планируемый курс. Это будет курс 15-18 тысяч старых за один новый. Проблема в том, что золота практически нет. И обеспечить реально золотом свой новый доллар они не смогут. Потом расскажу, почему его на самом деле нет. Для тех, кто сомневается, откройте мой ролик, например, от 3 марта, который называется «Фрегаты, коровеллы», и внимательно послушайте конец. Или поставите ролик от 30 декабря, завершаем год, или ролик «Народ, утративший память» 29 ноября 2019 года. А это больше 6 месяцев назад было. Я уже, честно говоря, и фантазировать боюсь. Но откуда-то это приходит. Так вот, еще фото, например, смотрите, очень интересное. Это фото о пушке черной смородины. Ссылка внизу. Ничего не напоминает страну. Вот первое фото из Китая. А может, фото совсем не из Китая, а просто из научно-популярного журнальчика для садоводов передраны. Зачем трудиться, когда можно готовую красть? Это все, конечно, мои фантазии. Но все фото под электронным микроскопом сделаны в одной фотостудии. И это, безусловно, 100% фотошоп. А кошки, как нас уверяют, болели этим очень еще давно. Еще в 2012 году уже был форум о кошках, которые болеют коронавирусом. И тогда мне мой ветеринар сказал, что все вирусы животных придумали для вакцинации и испытания чипов перед тем, как начать жевлять их людям. Ведь во Франции домашних животных, например, чипируют уже очень давно, как минимум лет 12, по желанию хозяина. Я подчеркиваю, вакцинацию вакцинируют и чипируют животных по желанию хозяина. То есть хомячков в масках никто спрашивать не будет. Как хозяин скажет, так и сделает. Ибо у фермерских животных никто не спрашивает, хотят они этого или нет. Надо клеймить, так клеймят. Надо вакцинировать, так вакцинируют. Надо чипировать, так чипируют. И не надо обижаться. Те, кто обижается, должны помнить две простые истины. Первое. На обиженных воду возят. И второе еще проще. Не кричи и не пиши матерные комментарии. А докажи, что ты не хомячок и не домашнее животное. Если не можешь доказать это, то и кричать не надо. Зачем зря портить воздух? Каждый начинает. Я много раз говорил сам себя и со своего места стражи. А мой канал рассчитан исключительно на удушевленных. То есть наделенных душой. Искры создателя людей. Биомасса сюда не ходит, если вы видите по количеству подписок. А если и ходит, то чисто случайно. Теперь посмотрим на вещи вроде бы всем якобы понятные и известные. Не через цветные и кривые зеркала, научные официальщины, а через лупу здравого смысла, логики и математики. Смотреть мы будем на кусочек европейской территории площадью всего 160 квадратных километров. Численность населения которой всего, как некоторые предполагают, 38 тысяч человек. По крайней мере, по переписи 2000 года их было 33 тысячи. Называется это Карликовое государство с 1719 года Лихтенштейн по фамилии рода правителей. Столица Вадуц правит князь Ханс Адам II, где предстоит князство доверено Швейцарии. С распадом Германского союза князство приобрело полную независимость, но не имеет своей валюты. Если вам это интересно, можете подоставить все об официальной истории создания князства в исторических справочниках. Теперь несколько очень интересных фактов. В княжестве запрещены, строго запрещены аборты. Это криминальное преступление. И в княжестве женщины лишены полностью избирательного права и не могут занимать руководящие посты в госструктурах. По-моему, насколько я знаю, я не уверен в этом, но, по-моему, женщины не имеют права, женщины, которые раздаются гражданками для трещины, даже открывать счет в банке. Доллар США в княжестве изгой и обменять его можно только в специальных отделениях банков и только в первой половине дня. Официально княжеский рост сегодня насчитывает около 100 членов и у княжеской семьи есть огромное количество поместья и дворцов по всему миру. Например, парочка дворцов в Вене и за Веной. По мнению Форбис, князь Ханс Адан входит число самых богатых людей мира. Правда, в моих буйных фантазиях обитатели этой маленькой короны принадлежит все в нашем отражении. Я еще раз повторяю, принадлежит все в нашем отражении. По крайней мере, он и его ближайшие сподвижники так думают и в этом абсолютно уверены. Даже не догадываются они о том, что их, скорее всего, тоже танцуют. По крайней мере, этот Ханс первая фигура в стане нечисти и Микола второй, Гольдштейн, только второй. А всяких Соросов в их домах не принимают. Иногда лорд может принять какого-нибудь Сороса, разве что в домике для прислуги, где ему нальют рюмку, но не предложат сесть, выпить, стоя и пойдет. Вертикаль власти над этим отражением очень четкая. Заметим, что я просто буйно фантазирую. Если вас случайно занесет Лихтенштейн, то понять в реальности, что представляет из себя эта страна, вы не сможете. Вы можете там останется только строго определенных отелях, если у вас шенгенская виза. А так, в принципе, ночевать где-либо Лихтенштейне оставаться там на ночь строго запрещено. Маленькая улица, например, центральная с несколькими кафе и ресторанами, безлюдные кварталы. Причем у вас будет ощущение, что все это картонные декорации, просыпь частных домиков на склонах и на чистеньких уютных улицах тоже нет ни души. Лепота да и только. Но если вы вздумаете бросить на улицу бумажку, пустую жестянку или даже курт, то у вас 9 шансов из 10 быстро познакомиться с милой местной полицией и подсесть на нехилый штраф. Еще там нельзя внимание, вернее, категорически запрещено многое фотографировать, где написано военный объект. Это в государстве с 38 тысячами жителей, очень много строго засекреченных военных объектов. разрешенное для проживания место всегда есть, если у вас есть денежки и вам не откажут номеры, например, парк-хотель Соненхоф. Там вам с вами будет беседовать ни о чем, широко улыбаясь персонал из нескольких человек, который будет вас уверять, например, что княжство это очень сильное индустриальное государство. Не смейтесь, оказывается, как они считают, тут есть индустрия, но видимо очень секретная, так как я ничего лично не обнаружил, кроме мастерской по огранке кристаллов Сваровски. Но немного истории, которая всем вам будет интересна. Нас уверяют, что некий Антон Флориан, пятый по счету глава рода Лихтенштейн и первый князь государства Лихтенштейн получил тот титул в 1719 году. Вот его портрет. Нам говорят, что при этом он, как и положено, проживал в Вене на службе у Габзугав в своих загородном и городском дворцах. Но мы с вами давно уже выяснили, что никакой священной германской империи никогда не было, а сам Ватикан и же с ним появились только во второй половине 19 века. Дальше сама Австро-Венгрия с этими самыми императорами Габсбургами язык с ними сломаешь, потому что это чисто придуманное имя. Вымесел стопроцентный, причем относительно недавнее. Кому это интересно, настоятельно прошу посмотреть ролики об истории Европы в 19 веке и только потом начинать спорить или опровергать. Хотя я не думаю, что если вы посмотрите внимательно, это возможно, так как это не мои фантазии, а абсолютно доказанный мною факт, который никто никогда не сможет опровергнуть. Таким образом мы должны понять, когда на самом деле возникло это карликовое государство, кто за этим стоит и почему великий князь Лихтенштейна на самом деле владыка этого мира, как он считает сам и кто сегодня в реальности не очень тихо и очень тупо разрушает всю пирамиду с глазом наверху. И зачем? Если он или они на самом деле могут критически оценить свои действия, исправлять ошибки и формировать новый ужасный для нас и прекрасный для них мир. Я много раз уже говорил, что у нас нет ни одного реального документа ранее 1855 года замерзанными обрывками информации, которые никто не изучает и все историки, археологи и прочие их соратники дружно и старательно заняты только двумя делами. Врут и скрывают, так как уничтожают и прячут все, что противоречит их лжи, попутно поливая грязью всех, кто не согласен с их ложей и пытается найти истину. Впрочем, как мы видим сами, это можно отнести к служителям любого культа, начиная с астрофизики и кончая геологией. Почему эти культы называются наукой, спросите вы. А все очень просто, для живой своли тварей, захвативших власть свет любой правды, смертельный яд. Они не могут иметь никакой иной науки, кроме лженауки. Нам историки говорят, что до 1842 года эти самые князья, причем никто из них даже сбоку не были в князьстве. Интересно, правда, быть князьями, пусть и не очень большой страны, но ни разу ее не постить за 123 года. Но при этом они, эти князья, супер богаты и владеют огромной колесой, например, художественных произведений, начиная от полотеного Леонарда да Винчи до Рубенса. И тут мы узнаем, что они представляют, например, даже представляли интересы австрийского дома в Петербурге. Правда забавно, если учесть, что именно Питер правил и Германия, и Австрия, и Турция, так как все это были обычные вассальные легубенские провинции новой империи Голдштейна. Так как все это были просто обычные вассальные легубенские провинции новой империи Голдштейна Романова. Так как до 1870 года вообще никаких реальных правителей этих тварей в Европе не было. Париж они сносили в 1871 году. Смотрите соответствующий ролик о мнимой французской 100-дневной революции. Вильгельма Александр поставил над Германией только после того, как тот навел порядок в Южной Европе и короновали Вильгельма, якобы германского императора I, в Версале. И только в 1903 году, после того, как в зимнем придумали Австро-Венгрию, великий демон решил перебраться в идеально тихое и спокойное место в свой замок под Вадусом, откуда он позволил свершить саншлюзу, например, 12-13 марта 1938 года, после чего Австрия стала частью Третьего Рейха. Обращаю ваше внимание на очень простой факт. Именно 13 марта 1938 года Адольфик торжественно въехал в Вену. Любят они март месяц. А, например, с 5 марта 1940 года шло массовое жертвоприношение польских офицеров в Катыни. Нам говорят, что в настоящее время правящим князем Лихтенштейна является князь Ханс Адам II, при регенстве своего старшего сына, наследного князя Алоиза. Смотрим на эти два вируса в коронах, так как это и есть наши настоящие возбудители ракового опухоли, всего нашего отражения. Не надо считать все это просто совпадениями и случайными фактами. Совпадение и случайность такого порядка относят к событиям, чья вероятность совпадения стремится к ничтожным долям процента на уровне единицы 17-0 после запятой. Наши отражения на самом деле глубоко чужды нам. Мы так и не смогли по-настоящему приспособиться, нормально адаптироваться к его физическим нормам и стандартам. Фактически все человечество можно сравнить со стаей перелетных птиц, попавших в огромный вольер. Сочленители истории грехопадения Адама и Евы, возможно, знали о причинах того, что заставило наших предков освоить этот мир и повесили на нас чувство вечной вины и боль вечного наказания и страдания вечной ничем неискупимой вины и грехопадения. Отступление небольшое. В Италии принят закон об обязательном ежедневном заполнении анкеты на сайте Прейс-100 всеми родителями несовершеннолетних детей. Я получил эту информацию от подписчицы и большого друга моего блога, который проживает на севере Италии. Так вот, каждый родитель обязан ежедневно, я подчеркиваю, ежедневно заполнять этот виртуальный документ и подтвердить, что ни у детей, ни у других членов семьи нет сиптомов уханьской дряни, поскольку в основные признаки и сиптомы включены все показатели всех известных заболеваний, начиная от температуры и кончая потниться от жары. Если при этом вы или ваш муж или жена просто забудете это сделать, приедет команда специалистов в костюмах химзащиты и заберет всех ваших детей в специальный центр, и вы не будете иметь никакого права их видеть, их слышать и даже знать адрес, куда их увезли. Как вы считаете, что это такое? Я такого не слышал никогда и не читал никогда. Все самые ужасные диктаторы мира нервно курят в стороне, поднимая всю свою жалкую, мягкотелость и безобидную пушистость по сравнению с правительством Италии. То есть все итальянцы уже неизлечимы и вечно болонены короной. Далее, каждый педагог Италии и воспитатель обязан немедленно сообщить, если ребенок кашляет или у него расстройство, или у него температура, либо он жалуется, что у него болит голова. Он не имеет права информировать об этом родителей и даже семейного доктора. Он просто обязан вызвать такую бригаду. Все эти бригады приезжают в сопровождении карабинеров. Вопрос простой. Как быстро они заберут всех детей и умолят всех родителей? Вопрос второй. А кто будет в этих самых костюмах химзащиты? Нормальный человек скорее с моста бросится, чем пойдет забирать маленького ребенка из семьи в таком норяде. Как я уже говорил, все современные педиатры сами себя поставили в один ряд с чикатилами. Теперь к ним компанию пристроят всех педагогов и воспитателей. Я еще раз повторяю, все педиатры мира сегодня можно спокойно записать, что они серийные убийцы. И к ним теперь можно будет скоро присобачить всех педагогов, всех воспитателей детских саблов. Про карабинеров и полицию я и говорить не хочу. События последние дни четко определили место каждого члена социума. И, как оказалось, огромная масса вполне комфортно чувствует себя в роли изощренных палачей и садистов, прекрасно отдавая себе отчет в том, чем они в реальности заняты. То есть они прекрасно понимают, что их занятие есть страшное и ничем не искупляемое преступление. И что они сами добровольно взяли на себя роль бешеных крыс. Странно другое, что им никто не напоминает о том, что происходит с крысами и как с ним поступают, особенно с бешеными. На Брикфенке правительство Британии, это вторая новость, вдруг заявили, что карантин и все эти мероприятия были большой ошибкой, и что вирус много слабее и куда менее опасен, чем обычный грипп или даже простуда. Вопрос к этому правительству. А как и кто будет исправлять эту страшную ошибку? И кто будет отвечать перед судом и нести ответственность за тот фашистский режим и мучительную гибель сотен тысяч людей, которым было нагло отказано в срочной медицинской помощи и в срочных операциях по всей Европе? Вопрос, конечно, риторический. Бедные ребята немного ошиблись, чуточку перестарались, маленько перегнули палку, потоптались по всем правам и свободам человека. Ну и что? Дело-то житейское, пустяковое. Вот за права и свободы нетрадиционных секс-групп, они все горой. Либо за опереточного чернокожего парня, убитого в Америке, якобы убитого. Хотя это, конечно, было безусловно стопроцентно снятое на камеру голливудское шоу «Маленькое», как убивает полиция беззащитных черных парней. А права остальных, которым это дело не нравится, не стоят даже полгроша. Но я же просто фантазирую, рассказываю о жизни на страшной земле «Х». На этой земле живет очень много хомячков, много крыс, которые по странному стечению обстоятельств очень любят хомячков в виде разных вкусных блюд. При этом эти хомячки готовы кучей броситься на того, кто скажет плохо о крысах или усомнится в праве крыс питаться хомячками. Хомячки очень любят крыс и великих вождей над крысами, которых они сами никогда не видят, только где-то на экране или на картинке. Этих вождей великих зовут гиенами. Хомячки вот именно очень любят крыс, которые очень близко стоят около трона ген. И им разрешают этим хомячкам толпами бегать на массовое поклонение крысам и хозяевам генам. При этом каждая группа хомячков свято верит, что их гиена много лучше гиены, которые правят соседними хомячками. Генович любит собрать побольше молодых здоровых хомячков и, поставив над ними самых злых крыс, послать в бой с толпой таких же хомячков, принадлежащих другу гиене. Но вернемся с вами, забыв про этот ужасный мир, Землю Икс, начало 20 века. И опираясь на уже полученные во время моих исследований выводы, попробуем понять, что на самом деле стоит за княжеской властью. Что такое это такое, или кто это такой великий князь, и как он долгое время держал весь мир за горло, четко оставаясь в абсолютной непубличной тени. Для этого надо вам было бы посмотреть, тем, кто не видел мои старые работы, и прочитать и ознакомиться с их основными выводами. Например, вывод номер один. Вся официальная история человечества и есть стопроцентно чисто литературная, и к тому же плохо сделанная, и ужасно преподносимая, не выдерживающая никакой критики ложь. В истории этого мира никогда не было ни первобытного строя, ни пещерного человека, ни примитивного взгляделя с палками-копалками. Ничего того, что нам рассказывают в музеях, показывая кремневые орудия труда. Те, кому интересно, те, кто не согласен со мной сейчас, могут начать просмотр у меня цикла. Этот цикл называется «Очистка истории от лживых мифов». Там все четко разложено по полочкам. Если вы посмотрите, подумайте, эти ролики, я думаю, что спорить со мной у вас всякое желание пропадет. Далее я подробно рассказал в других работах, почему даже совсем недалекая от нас история 19 века это стопроцентная ложь, как и история того же далекого феодализма. Второе. Все, что мы изучаем, читаем или смотрим, на самом деле фантастические и к тому же очень глупые сказки от мирового равената. И единственная цель этой огромной лжи порабощение свободного человека, лишение его своих корней, своей памяти, своего истинного предназначения и самое главное превращение всего белого человечества в стадо простых и примитивных приматов, млекопитающих, краткоживущих и тупых. То есть в удобную и полезную еду для этих тварей. Третье. В моих работах я доказал, что даже история Октябрьской революции и партии большевиков полный и ничем не подтвержденный никем никогда бред, что мимия на Красной площади не имеет никакого отношения к литературному персонажу по имени недоучка Ульянов, Ульянин В.В. Четвертое. Далее мы уже выяснили, что все фундаментальные науки тесно примыкают к исторической лжи, лжи и сплошным рядом состоят из никем никогда не доказанных глупых теорий, подчеркиваю, не законом, а теорий, начиная с дарвинизма и кончая геолицы, центрической картиной мира. Пятое. Мы уже имеем частичное представление о том, что наш мир был и принадлежал не только нашим предкам. Не только я, но и сотни других следовательно доказали, что еще недавно с нами вместе жили великаны, динозавры, что ряд страшных катаклизмов забросил в наши отражения осколки других отражений. А это уже, так сказать, только я говорю, что в нашем мире есть осколки большие и маленькие других отражений или других теней, которые сюда попали вместе с их фауной и флорой и обидателями, разумными и полуразумными, начиная, например, от острова Маврикии и кончая цивилизациями центральной Латинской Америки. Я скоро выпущу цикл о том, как в реальности было устроено это отражение и как и почему произошла страшная катастрофа, в результате которой наши предки оказались на этой земле вместе с частью своих знаний, умений и технологий. Я расскажу вам, и мы с вами попытаемся понять, почему в нашем отражении были вне закона огнестрельное оружие, двигатели внутренних сгораний, атомные технологии и многое-многое другое. А вот сейчас я вам просто расскажу коротко одну небольшую мою фантастическую сказку и имеющие уши да услышат, а имеющий разум пусть ее поймут и правильно осмыслят. В одном страшном по нашему представлению месте лежали безобразные и непонятные нашему разуму, к тому же бестелесные в нашем понимании сущности. Все они были порождением снов некого очень древнего, невероятно старого и невероятно мощного разума, который, возможно, когда-то был полон сил, энергии и ни с чем не сравним ментальной мощи. Мысли и желания его принимали любые, как материальные, как материальные, так и нематериальные формы. Могущество его не знало границ. Он был из племени таких всесильных сгустков чистой силы разума и созидательной воли. Обидая в вечном потоке того, что мы называем временем, эти разумы не нуждались в материальных источниках жизни. Чистая и бесконечная энергия создателя для них была вечной и не имела ни начала, ни конца. Обязательно будет ролик на эту тему. Но усталость и скук оказались теми факторами, которые постепенно разрушали внутреннее содержание разума. Всесилие без цели, а самое главное бытие вечное без смысла, без творческих чувств, без чувства любви и стремления к бесконечной и никогда недостижимой цели созидания абсолютной красоты и гармонии, ибо сам по себе абсолют только чистая метафора невозможности его достижения, ибо разум неспособный на сильное чувство и прежде всего неспособный к любви и творчеству порочен по своей сути и совершенно не нужен идее созидательной миссии творца. Я еще раз повторяю, разум неспособный на сильное чувство и прежде всего неспособный к любви и творчеству порочен по своей сути и совершенно не нужен идее созидательной миссии творца. Как это не покажется вам странным, они были одной из случайных ошибок Творца, эти разумы. И он просто на какое-то время забыл об этой своей творческой неудаче. Вот почему искусственный интеллект и скин, бессмысленная и совсем не нужная миру людей, ни в каком виде творения, и его создание есть путь никуда, путь в пропасти мрака и хаоса. Устав от пустоты своего вечного забавного всемогущества, один из разумов стал все чаще провалиться в кошмарной пропасти дезактивации, которую можно назвать с большой натяжкой сном. Погружение в это состояние полностью на любой пассивности его разума происходили все чаще и часе, пока однажды разум вошел в это состояние навсегда, не вошел в это состояние навсегда. Но его сон стал порождать все более невероятные сущности, которые не имели ни тела, ни материального воплощения. Но тем не менее обладали кусочками силы и сознания того, чей сон их породил. Чем дольше он спал, чем дольше спал этот разум, тем больше этих сущностей, очень сильных и весьма разумных, появлялось в этом месте, ограниченными незримыми рамками силы спящего. Они становились все более странными и непостижимыми ни для логики, ни для здравого разума, ибо спящий все больше и больше погружался в безумие своих сновидений. Сущности стали создавать свою сферу обитания вокруг спящего. Скорее всего, у них через какое-то время возникло некоторого рода культ и возникла некоторая пирамида иерархического, религиозного, нематериального, лишенного всякой логики и смысла псевдобытия. Однажды произошло неизбежное. Спящий разум стал затухать, как огарок вонючей свечи, пока не началась стадия, при которой дымок поднимается над сгоревшим фитилем, а огня уже нет и никогда не будет. Сущности, порожденные спящим разумом, остались без поступления энергии и были с этого момента обречены на полное исчезновение. Идут им в некотором роде и на нашу беду повезло. По независимым от них причинам проросла страшная, далеко от этого места, страшная катастрофа, если это место можно назвать местом, конечно, в материальном мире, созданном Творцом. И на какой-то микромомент случился прорыв или разрыв ткани между материальным миром и их капсулой нематериального состояния ткани бытия. И часть этой сущности, вместе с остатками угасшего разума, их породившего, попало в наше отражение, весьма близкое к реальному миру, из которого нас сюда забросило несколько ранее. Для наших предков они были невидимы и неосязаемы. Вся великая наука и то, что мы сегодня называем магией, на самом деле мысленная сила наших предков не могла их обнаружить, потому что они никогда не сталкивались и даже не могли подозревать о возможности существования подобных энергетических сущностей или тварей, так как они никогда с этим видом не сталкивались. А вот сущности внезапно обнаружили, что они могут многое, например, подселять два разума детей в возрасте от 5 до 11 лет и захватывать полный контроль на носителе, что они могут управлять некими материальными силами, так как досталось им, хоть и в очень слабом виде, от разума породившего их. А самое главное, они обнаружили, что сильные эмоции, страдания, боль, отчаяние, злоба, ненависть и прочие негативные чувства людей, их подпитка, их пища, и это дает им силу, конечно, не в той мере, какой они получали силу от спящего разума. Глава их культа Сатанаэль или, если хотите, на самом деле, великий князь тьмы, правитель Лихтенштейна дал им надежду на пробуждение спящего разума и на то, что весь мир теней или отражений должен стать их вотчиной, и они станут владыками бесчисленного количества отражений. Но пока он спит, они так или иначе окончательно смертны, и даже огромное количество гаваха не спасет их от полного развоплощения и полного исчезновения, если спящий владыка не проснется и не обретет полную силу. За время их нахождения в этом мире от дымка над спящим, вернее, уже умирающим разумом осталась ничтожная струйка. Большая часть этих тварей уже исчезла. Их осталось совершенно ничтожное количество. Несмотря на безумное количество гаваха, спящих все не просыпается, и его приход в наш мир никогда на самом деле не состоится, ибо он давно уже развоплотился, сколько бы они ни молились ему и сколько бы жертв ни проносили. Поэтому у них начался внутренний разлад. Глава практически утратил контроль над своими самыми сильными тварями. А славы бесы стали совсем ничтожны. Их в свитах сильных бесов осталось мизерное количество. И вымирают они быстро и совсем. Например, ни Сорос, ни королева Елизавета уже не могут оседлать новое тело ребенка. Сил у них на это уже нет. Вот они и решили устроить последний пир. И даже надеются, что им при принесении жертв сотен миллионов людей в месяц, начиная с 1 сентября по 5-7 марта 2021 года, с 1 сентября 2020 года и по 5-7 марта 2025 года, им наконец удастся разбудить спящего и спастись. Но, как я уже говорил, все это только мои фантазии. И те, кто будет страшно злиться, прослушивая тот ролик, могут одев маски на себя и на детей своих, идти и смотреть ролики о прекрасном борце со злом, кукле Трамп, или о ужасах вируса, или просто бегать по разрешенной зонам с маской и перчаткой. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь до следующего ролика, где расскажу о том, как наши деды и прадеды начали с упоением резать друг друга во славу демонов и им на потеху. Благодарю вас за внимание, до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok